Есть программа, с помощью которой можно ориентироваться по городу GPS-навигатор. С помощью высоких технологий переступает один из барьеров окружающей среды. Но тут же, перед такими, как он, вырастает новый. Переходит медицина, допустим, на электронное обеспечение, на электронную регистратуру, и наши инвалиды в большинстве незрячие, они не могут этим пользоваться. Анатолий Романов, несмотря на то, что инвалид по зрению с детства, не только может пользоваться электронными новинками, но и сам обучает незрячих людей работать на компьютере. Общение ведь может быть дистанционным, по скайпу, можно писать письма через электронную почту. На всеобщее обозрение выносят проблемы незрячих. Их обсуждают на конференции Всероссийского общества слепых. Чтобы оформить посыльный лист, при оформлении посыльного листа нужно пройти кучу врачей. Чтобы оформить индивидуальную программу реабилитации, чтобы по ней что-то получить. Там, тифлофлэшплеер, трость ту же, тонометр. Тонометр выдается не всем, только тем, у кого есть показания для получения тонометра. Говорящий термометр, ну и так далее. И чтобы это получить, люди годами стоят в очереди, в комитете по социальной поддержке населения. А на улице новая череда преодолений. В общественном транспорте не объявляют остановки. Не всегда срабатывает звуковой сигнал светофора. На тротуарах разбит асфальт. Обычная дорога весной. Привычным движением мы перешагиваем через лужи. Но попробуйте сделать это с закрытыми глазами. Тогда становится ясно, что для незрячего человека это настоящая полоса препятствий. Представители общества слепых не раз пытались открыть на свои проблемы глаза тех, кто способен их решить. Наталья Тарасова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов.